Я очень рад приветствовать всех, кто присоединился к нам в это воскресное утро. Драгоценные, дорогие братья и сестры, усаживайтесь поудобней. И несмотря на то, что между нами есть какое-то расстояние, в духовном мире этого расстояния не существует, потому что Бог вне границ. И Он удивительным образом собирает нас всех вместе в единую, в единую соборную церковь, и в духе мы едины. Я хочу сказать, что здесь передо мной братья и сестры поставили наш медиа-отдел, поставили телевизор. И я имею возможность теперь прямо во время проповеди смотреть и видеть комментарии, которые вы пишете. Пожалуйста, пишите. Ставьте лайки, вставьте какие-то знаки для того, чтобы у нас была обратная связь. Если это слово, которое вы услышите, коснется вас, дайте нам знать. Если вы первый раз, или, может быть, вы несколько раз уже видели наши проповеди и были вместе с нами на богослужении онлайн, дайте нам знать о вас. Если мы не знаем еще вас, так хорошо было бы познакомиться. Скажите, откуда вы смотрите, скажите, с какого места. Просто напишите, скажите. Это будет так ценно для нас, понимая, что Господь собирает каждого из нас с разных мест и объединяет нас вокруг Священного Писания. Друзья, тема сегодняшней проповеди, которую я хочу предложить вам, называется «Я подвел Бога». Вы знаете, человеческое терпение не безгранична. Мы быстро перестаем доверять тому, кто нас обманывает, кто подводит нас. Перестаем полагаться на того, кто говорит, но не делает. А что насчет Бога? Как относится Бог к тем людям, которые подводят Его? Как относится Бог к человеку, который обещал Ему всю свою жизнь, обещал Ему свое сердце, обещал Ему служить до конца, до последнего вздоха, но потом случилось что-то другое. Он сбился, он упал, он ушел в сторону. Насколько далеко простирается Божие долготерпение? Что делать, если я подвел Господа? Что делать, если Он доверил мне что-то, а я не оправдал Его доверие? Как дальше может развиваться жизнь такого человека? Я хочу именно об этом поговорить сегодня с вами. В основании я хочу взять текст из Священного Писания, который записан у пророка Еремии, 29 глава, 11, 12 и 13 стихи. Это известные тексты, и многие из вас знают эти слова наизусть. Бог говорит, и я верю, что Бог говорит сегодня. Бог говорит здесь и сейчас. И вот слова, которые мы читаем здесь. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Хочу обратить ваше внимание на это слово. Всем сердцем вашим. Бог говорит, у меня есть план для твоей жизни, для твоей судьбы. Я знаю эти намерения, какие есть у меня о тебе. И эти намерения во благо, эти желания, эти планы, эти мысли, которые есть у меня, они во благо. Они не на зло. Другими словами, Бог не планирует для тебя плохую судьбу. Бог никогда не хотел, чтобы в твоей жизни ты чувствовал себя разрушенным, раздавленным настолько, чтобы у тебя абсолютно не было никакого желания подняться и встать. Бог не хотел, чтобы ты был в состоянии уныния или депрессии. Бог позволяет каким-то вещам происходить, потому что у нас есть еще наше решение и наша человеческая воля. И прямо здесь, в этом тексте, он говорит, что вы вас зовете ко мне. То есть, когда ты в беде, когда ты в трудности, когда ты в отчаянных обстоятельствах, когда ты сокрушен и сломлен, когда ты в поиске смысла жизни и цели, куда двигаться, когда ты взываешь к нему, то тогда ты идешь и молишься. И Бог говорит, я услышу тебя. И взыщешь меня. То есть, найдешь Господа. Обретешь снова смысл жизни. И найдешь, если взыщешь меня, всем сердцем своим. И я хочу, друзья, вот сделать ваше ударение или наше ударение на вот это слово всем сердцем своим. То есть, не то, что я обращусь к Богу, но помимо этого я еще буду делать свои какие-то человеческие цели и планы. Не поможет Бог, я помогу себе сам, мне помогут другие люди. И у меня Бог стоит на одном уровне с другими предложениями и идеями. Он говорит, что это произойдет, если ты взыщешь всем сердцем своим. Друзья, я верю, что цена полной жизни состоит в том, когда у нас происходят и ошибки, и падения. Ошибки, падения – это то, чем мы расплачиваемся за полноценную жизнь. Только если мы учимся в этих ошибках и падениях. Кто-то сказал, что мудрость – это количество накопленных ошибок. Я уверен, что ад хочет пристыдить тебя. Когда ты совершил грех, когда ты упал, когда ты сделал ошибку, то рядом стоит дьявол, одно из имен его, он клеветник братьев наших. Он указывает указательным пальцем на тебя и говорит, посмотри, какой ты ужасен. Посмотри, у тебя больше нет никакой перспективы. Ты проиграл и проиграл уже до конца. Ты проиграл полностью, и нет никакого шанса, чтобы что-то изменилось. Но небеса хотят изменить тебя и меня, когда ты в несу, когда ты в падении, когда ты в ошибке. Ошибка не должна стать тюрьмой, в которой человек пожизненно заключен. Это точно не Божий план для твоей жизни и для твоей судьбы. Я прожил уже немало и живу уже шестой десяток и видел в жизни моей достаточно много разных судеб. Я был пастырем на протяжении 29 лет и за эти годы я принимал столько исповедей и участвовал в различных ситуациях жизненных. И я могу сказать с полной уверенностью, что действительно это не Божий план, чтобы ты оставался внизу в разрушении, в унынии, в депрессии, в ропоте и просто кувыркался в своих грехах, в своем падении и в каких-то, может быть, своих разочарованиях, которые постигли тебя. Вы знаете, друзья, в жизни много бывает разных ситуаций и ошибок. Но во всех этих ошибках есть протянутая рука Небесного Отца, который верен, который любит безгранично и бесконечно. И у которого есть мысли, чтобы ты не остался там внизу. Он хочет поднять тебя, он хочет вытянуть тебя из твоей ямы. Буквально, наверное, недели две тому назад христианский мир облетела новость о том, что один из служителей по имени Алексей служил в Киеве бездомным. Он пропал, должен был поехать в другой город, и его потеряли. Он не доехал туда, и еще через неделю его тело нашли в съемной квартире. Конечно, разные мысли были, подозрения были, но потом нашли предсмертную записку, в которой первым предложением он ссылается на то, что отец оставил маму, когда он был еще маленьким. И потом он пишет о том, что он пытался, что он старался, что когда он пришел к Богу, то это был самый лучший период. Он поверил, что все изменится. И я хочу здесь сделать очень важное замечание. Друзья, ну когда ты пришел к Богу, возможно, у тебя тоже такая мысль была. Я полностью другой, теперь все будет по-другому. И правда, Бог меняет, Бог рождает человека свыше, но Бог не забирает нас от искушений, от греховных искушений, и не страхует нас от падений. И близкие, и друзья склоняются к тому, что там не было никакого насилия, но там был грех. И в результате греха человек ушел из жизни. Друзья, я хочу еще раз сказать эту мысль. Нам никто не дал право, ему было 40 лет, на протяжении, не знаю, 30 лет, или 30 с чем-то, 30 плюс лет, жить с той болью, что когда-то в детстве отец оставил маму. И я хочу сказать, друзья, конечно, это настолько ужасно, когда происходит развод, потому что в жизни ребенка его мир полностью рушится. У него маленький мир, у него папа, мама, его игрушки, его дом, его квартира. И когда папа уходит, у него полностью рушится мир, он не понимает, что происходит. Это глубокая травма, это рана в сердце, которая может отразиться на всю жизнь. Но я хочу сказать, что Иисус Христос исцеляет разбитые сердца. Иисус Христос пришел на землю, чтобы эти раны восстановить и исцелить. И когда ты идешь по жизни дальше, и в детстве у тебя были раны, не питайся, не подогревай, не поглаживай себя в том месте, где когда-то ты пережил дикую боль или отвержение, или развод родителей. Поэтому Бог сегодня хочет, чтобы ты был исцеленным и полноценным. Я вернусь к этой мысли. Дьявол хочет, чтобы мы думали, что наши ошибки непоправимы. Дьявол хочет, чтобы мы, проходя сквозь различные испытания, оказались внизу раздавленными, оказались в тюрьме наших глупостей, грехов, нашего неправильного выбора. И никогда, никогда не подняли свои головы и никогда не встали. Я хочу дать вам один текст из Священного Писания, который очень сильно вдохновляет меня. Это у пророка Михея в 7 главе, 8 стихе. Там сказано так, не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь, свет для меня. Я для кого-то проповедую прямо сейчас, хотя ты во грехе, но ты вставай, ты встанешь. Есть в Библии этот текст. И дьявол, который неприятель твой, неприятельница твоя, это весь духовный мир демонический, который пытается тебя оставить внизу, он радуется. И кто-то из людей, возможно, тоже в зависти своей, когда жил, тоже радуется. Но скажи, как сказал пророк, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь, свет для меня. Твои ошибки поправимы. Может быть, ты совершил много ошибок, но ты, сам ты, не ошибка. Ты не просто, вот просто какой-то случай, и ты носишь эту печать, что ты в этой жизни, ну, в этой жизни ты не состоялся. И тебе кажется, ты уже прожил какую-то часть из шансов, что у тебя есть, ну, какой-то шанс, что что-то изменится. Реально, ты не видишь никаких. Хотя ты сделал много ошибок и неправильные выборы в своей жизни, но ты, сам ты, не являешься ошибкой. Давид говорит, зародыш мой, видели очи твои, этот глагол видели означает, поддерживали, творили, создавали. Ты был создаваем в утробе матери своей, самим Господом и Духом Святым. Может быть, ты терпел поражение, но ты не проигравший. Может быть, ты проиграл в каком-то сражении, и ты снова потянулся к каким-то, может быть, удовольствиям греховным, которые раньше были в твоей жизни. Но сделай все, чтобы ты не проиграл в своей жизни. Сделай все, чтобы ты не проиграл в войну. Может быть, сейчас у тебя плохо, но это не твоя судьба. Твои мечты, твоя жизнь, твое призвание. Придет еще день воскресенья, когда все это воскреснет, когда все это поднимется. Друзья, хочу сказать, что в нынешние годы намного труднее поколению, которое живет следующему поколению, нашим детям, моим детям, так сказать, намного труднее справляться с искушениями. И я понимаю, как тяжело приходится этому поколению. Вы знаете, когда я был в таком подростковом возрасте, или когда в молодости моей, я помню, что у нас не было всех тех возможностей, которые есть сейчас. И когда сегодня мы смотрим на молодежь, мы понимаем, что грех стал намного доступнее. И культура вокруг такова, что все вокруг нас, вокруг молодежи, говорит о том, что это нормально. Ты можешь попробовать все, что тебе хочется. Это ничего, ничего страшного в этом нет. И я понимаю, как тяжело бывает противостать. Но я хочу сказать следующее. Благодать Божия, которая является силой, исходящей от Бога, это не разрешение все попробовать. Это не позволение грешить. Благодать Божия, это не вседозволенность. Это не то, что на мне благодать Божия, Он меня простит, поэтому я хочу и делаю все, что я хочу. Я же покаюсь. Это ошибка. И это может стать однажды даже роковой ошибкой. И еще одна ошибка, о которой я начал говорить, и снова хочу к ней вернуться. Когда мы каемся, то Бог не забирает от нас искушение. Он дает нам благодать противостоять этим искушениям. Он научает нас, как побеждать грех. Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Внимание, друзья, посмотрите еще раз на этот текст. Титу, 2 глава, 11 и 12 стих. Благодать Божия, спасительная для всех человеков. Она просто явилась. Она просто пришла с небес. Бог просто протянул свои руки к тебе. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Но дальше, он не заканчивает, он ставит запятую. Она учит нас, она научающая нас, чтобы ты и я, мы, отвергнув нечестие. Кто это делает? Вы думаете, что в нашей пассивности и в нашей инерции, и в нашем желании просто жить, плыть по течению, мы сможем отвергнуть нечестие? Нам нужно остановиться, сконцентрироваться и отвергнуть нечестие. И мирские похоти. И тогда это благодать, которая явилась для всех нас. Она научит нас, как целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Я еще раз хочу сказать, благодать это не вседозволенность. И даже несмотря на то, что очень трудно в современном мире противостоять греху, Бог дает больше благодати, больше силы. Это необходимая сила, чтобы противостать против греха. Благодать это сила Божия, сила, в которой мы так нуждаемся. Это не вседозволенность. Она научает нас. Теперь несколько слов о праведности. А праведность Божия, это не что иное, а разрешение вернуться в присутствие Божие. Помните, сказано, праведник семь раз упадет, но встанет. Что определяет праведность этого человека, который падает? Не определяете праведность этого человека по его падению. Если вы будете считать, сколько раз он упал, вы скажете, какой он праведник. Праведность его определяется, потому что он встает и снова возвращается к Богу, чтобы получить эту благодать, чтобы научиться, как жить в нынешнем развращенном веке. Вот что определяет твою праведность. Я кому-то говорю сейчас прямо. Твою праведность определяет не то, что ты внизу. Не то, что все твои мечты, они разрушены. Не то, что то, о чем ты так говорил с Богом. О чем ты так хотел, чтобы это было в твоей жизни. Все сейчас разбито. И дьявол клевещет против тебя. И дьявол говорит, ты все потерял. Ты потерял все. И безвозвратно. Но Дух Святой стоит рядом. И он говорит, есть благодать Божия. Есть сила, исходящая от Бога. Которая поднимет тебя. Которая поможет тебе. Которая даст тебе второй шанс. И третий шанс. И пятый шанс. И десятый шанс. Праведник семь раз упадет. И седьмой шанс. Здесь идет речь о множественности. И даже если ты много раз падаешь. Но праведник встанет. Вот что определяет. Его праведность. Поэтому благодать Божия. Это сила, исходящая от Бога. А праведность, это возможность. Открытая дверь со стороны Бога. И помощь, чтобы ты вернулся снова в правильное положение. Поблагодарите Его за Его милость. Я не знаю, как вы чувствуете. Кого-нибудь тронь, кто рядом возле тебя. Что-нибудь напиши сейчас. Скажи, как это здорово. Оказывается, у меня есть шанс подняться. Есть шанс вернуться. Оказывается, благодать, это сила, исходящая от Бога. А праведность, это возможность вернуться. Вернуться в Его присутствие. Друзья, я приготовил несколько историй. Но я смотрю на время. Я, может быть, упомяну немного. Вы знаете историю про Саула. Бог поручил ему одно дело. И он завалил его. Когда он завалил, то пришел пророк Самуил. Написано, что не было ни одного слова, которое сказал Самуил, которое не исполнилось бы. Его слова были, как слова Божьи. Все слышали, что он говорит, потому что это как Бог говорил. Он был настолько чистым сосудом для передачи Божьих мыслей в то время тому поколению. И Самуил сказал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Саул, что же ты сделал? Бог отверг тебя. Бог найдет другого человека, который будет по сердцу Богу. И он исполнит желание. Почему же ты не послушал меня? И это в 13 главе 1 книги Царств. После этого идет 14 глава. А в 15 главе, если вы откроете 1 книги Царств, 15 главе, то она начинается с удивительных слов. И здесь мы читаем, что Бог обращается к Самуилу, чтобы он пошел к Саулу и сказал ему, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай, гласа Господа. Что это? Бог сказал, что он найдет себе другого человека. Но после этого он обращается снова к этому же человеку. И он говорит, послушай в этот раз. Другими словами, давай попробуем еще. Давай попробуем еще. Ты подвел. Ты подвел Бога. Ты упал. Ты снова согрешил. Ты напился. Ты укололся. Ты пошел и просто занимался плотскими утехами. Ты грешил. Ты блудил. Но может быть ты там, в той яме, воззовешь к Богу. И скажешь, Господи, помоги мне. И он даст тебе благодать. Он даст тебе благодать. И откроет свою дверь перед тобой, чтобы ты восстановил праведность. Пришел в его присутствие. Он даст тебе покаяние. Он даст тебе сокрушение. И всем сердцем ты воззовешь к нему. И тогда Бог скажет, хорошо. Попробуем еще раз. Попробуем еще. Как он попробовал с Саулом. К сожалению, Саул завалил и второй экзамен. И вторую попытку. Друзья, а вот история с Давидом. Давид назван человеком по сердцу Божьему. Который исполнит все желания Господни. Знаете, забегая вперед, мне иногда нравится прочитать в конце, в конце книги. Забегая вперед, я хочу сказать, что в Деяниях, в 13 главе, здесь описано, что Давид послужил благоволению Божьему. То есть, другими словами, изволению Божьему. 36 стих. В подлиннике там такая мысль. Давид исполнил волю Божию. О, как я хотел бы в конце жизни своей, чтобы именно эти слова были произнесены по отношению ко мне. И я думаю, что это величайшая ценность для нас с вами, для верующих, для детей Божьих, узнать волю Божию, узнать Его планы в отношении каждого из нас. И исполнить это. Господи, что повелишь мне делать? Кто ты, Господи? Давид исполнил волю Божию. И написано, почил. То есть, умер. Но перед тем, как умер, он исполнил волю Божию. Друзья, но ведь в жизни Давида было падение. Причем падение было очень сильное, драматическое. У него был целый сезон, когда он жил во грехе на протяжении года. Он не просто спал с чужой женой, но он подстроил все так, чтобы мужа этой жены убили на войне. И когда пророк пришел к нему, то пророк говорит, ты убил. Хотя сам Давид не убивал, он так все сделал, но за всем этим убийством стоял Давид. И он обличил его. И когда Давид был обличен, он стал каяться. Пятидесятый псалом, удивительный псалом, мы называем это покаянным псалмом, где он изливает сердце свое перед Богом, где видно, что он все свое сердце принес к Богу. И он говорит, Господи, я принес бы тебе тысячи жертв, но ты не примешь и ты не захочешь ничего. Единственная жертва, которую ты примешь, это дух сокрушенный и смиренный. Господи, ты не отвергнешь это. Смотрите, Давид очень хорошо понимал Бога. Он понимал, что после того, когда я нагрешился, единственное, что Бог хочет видеть во мне, это глубочайшее смирение. Я говорю сейчас кому-то из вас. Единственное, что Бог хочет видеть в тебе, это глубочайшее смирение, глубочайшее сокрушение. Вот она жертва Богу. Сердце смиренное и сокрушенное. Ты не отвергнешь, не презришь, Господи. Бог наказал Давида в любви своей, но Давид исполнил призвание Божие. Вы знаете, мне очень нравится история с Симоном Петром. Мне нравится тот факт, что Бог его любил. И после того, когда он столько ошибок сделал, когда он так накосячил. Вы знаете, что он сделал? Он, когда в тот вечер перед страданиями Иисус хотел умыть ноги ученикам, он отказался, сказал, что я не позволю. А потом наговорил там целую глупость, можно сказать, тогда всего меня умой. Потом он сказал, что если кто-либо предаст тебя, то я не сделаю этого никогда. Он допустил, что другие это могут сделать, унизив их. Потом, когда Иисус обратился к нему и к двум другим ученикам, чтобы они пободрствовали с ними хотя бы один час, это было в Гельцеманском саду, то написано, что у них глаза отежелели, они спали. Потом, когда он проснулся, услышав какой-то грохот толпы, шум идущих, тогда он схватил меч и отсек ухо рабу-первосвященнику. И, наконец, в ту же ночь он предал Иисуса, клялся и пожился, что не знает его. После этого Иисус воскрес. Иисус был распят, умер, погребен. Но когда Иисус воскрес, то ангел, который пришел, чтобы отвалить камень, получил задание от Бога произнести отдельно имя одного ученика, выделив его особенно. И это был Петр. В Марка 16 главе в 7 стихе написано, идите, скажите ученикам его и Петру. Друзья, и самое удивительное, что потом, рано утром на рассвете, Иисус приготовил завтрак, и когда ученики, которые всю ночь ловили рыбу, после слов Иисуса, закинули сети и поймали великое множество, а Иисус на берегу уже приготовил завтрак. И когда они сели, то Иисус трижды спросил у Симона, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Трижды спросил у Петра и сказал ему, спаси овец моих. Друзья, я думаю, что Иисус сказал этими словами, когда он говорил, скажите ученикам его, ангел говорил и Петру, он сказал, что я верю в своих учеников, верю даже в тех, кто упал, верю не только в тех, у кого все получилось, но верю в тех, кто споткнулся, кто в ошибке, кто внизу, кто в падении. Друзья, я хочу говорить сегодня к тем, кто упал, кто ошибся, кто не может подняться, кто чувствует вину и осуждение. Иисус продолжает верить в тебя. Он верит не только тогда, когда ты думаешь, что ты хорош, но когда ты уверен, что ты делаешь что-то очень плохое и что у тебя не получается. Он продолжает верить в тебя, так же, как он верил в Петра. И именно Петру он поручил возглавить первую церковь. Он сказал ему, что ты не паси овец моих, ты заботься о других людях. Однажды он сказал, что ты никогда обратившись утверди братьев твоих, то есть послужи другим. Он не сказал, я поменяю тебя, Петр, потому что ты предал меня, потому что ты упал. Он сказал, вставай, я верю в тебя, у тебя все получится. Друзья, я хочу рассказать еще одну историю и после этого хочу помолиться вместе с вами. Это история со Стивом Уином, который живет в Неваде, в Лас-Вегасе. Этот человек является миллиардером, миллиардером и владельцем множества отелей и казино. И этот бизнес приносит ему хорошие деньги. Он также известный строитель. И хочу рассказать о том, что случилось, что произошло с ним в 2001 году. Я думаю, что это может помочь тебе и повлиять на тебя и на каждого, кто нуждается в Божьей помощи. Стив любил искусство. И как-то раз он купил картину за 60 миллионов долларов. Картина называлась «Мечта». Она была нарисована в 1932 году человеком по имени Пабло Пикассо. Вот почему он отдал за нее 60 миллионов. но он купил ее не только потому, что он любил искусство, но еще и потому, что название этой картины было «Мечта». И когда он смотрел на нее, она напоминала ему его же самого в молодости, в юности, когда он только начинал. У него была большая мечта. Он хотел стать строителем, он хотел заработать деньги, он хотел помогать другим людям, он хотел чего-то добиться в жизни у него получилось. И эта картина напоминала ему о юности, о том периоде, когда он был молодым, ничего не делал, но о многом мечтал. И как только он купил, как только он приобрел эту картину, он стал вывешивать ее в холлах своих отелей и в зданиях казино, когда люди приходили туда в игровой зал или в кинозал или в отеле, или когда туристы останавливались, они видели эту картину мечта Пабло Пикассо. Так было на протяжении пяти лет. Тысячи и тысячи людей наслаждались, смотрев на оригинал, на творение Пабло Пикассо, на картину мечта. И он очень сильно любил эту картину, он сам мог прийти, любоваться, стоять, смотреть на нее. Но вот через пять лет у него появилась возможность приобрести еще две других картины, которые тоже ему понравились и о них он тоже мечтал. И вот однажды один человек с Нью-Йорка, известный как мистер Коэн, он был инвестором и тоже очень богатым человеком, позвонил по телефону Стиву и сказал «Я хочу купить у вас мечту». И он предложил сто тридцать девять миллионов долларов. Эта сумма превышала почти в два раза, той, за которую Стив приобрел эту картину пять лет тому назад. Они договорились, они пришли к решению и деньги были перечислены, но Стив никак не хотел ее отправлять. Он был настолько привязан к ней, что он сказал «Прежде чем вы заберете ее, я хочу устроить особенный вечер прощания с этой картиной». Он пригласил своих старых и новых друзей, партнеров, уважаемых людей со всего мира в Лас-Вегас. Пришло очень много людей, и в тот вечер, на той вечеринке, Стив был в центре, и рядом стояла картина, и он что-то очень активно, эмоционально пытался рассказать всем своим гостям, как не заметил и потерял ориентир. У него была болезнь глаза, и он плохо видел, он, точнее, плохо воспринимал расстояние, и он споткнулся, пошатнулся, и в этот момент, чтобы удержать равновесие, он махнул рукой механически и ударил об картину, и она разорвалась на две части и упала. Все замерли. Это случилось на глазах у всех гостей. Мечта разрушена. Люди не могли поверить своим глазам. Можете ли вы представить себе тот дикий ужас всего того, что случилось в тот вечер. Стив позвонил мистеру Коэну, своему инвестору или этому человеку, кто купил, и сказал, простите меня, пожалуйста, картина испорчена, произошел несчастный случай, и я даже не могу представить себе, как это могло случиться, я упал, я не смог удержаться, я разрушил свою мечту. И потом он сказал, не переживайте, деньги все я вам верну, все, что вы перечислили, все 139 миллионов я верну вам, но оставьте мечту мне, она уже, она вам не нужна, разве только в подвал где-то поставить, вы не сможете ее уже больше выставить и показать ее людям. Он сказал, хорошо, это реальная история, братья и сестры, вы можете увидеть или прочитать о ней, и он сказал, хорошо, верните мне мои деньги. И после этого, из-за любви к этой картине, мистер Уин стал разыскивать по всему миру людей, которые могли бы каким-то образом ему помочь восстановить ее, те, которые занимались реставрацией поврежденных картин. И он нашел, нашел такого человека в Европе. И когда тот мастер прилетел и посмотрел порванную картину, он сказал, я смогу ее восстановить. Более того, я сделаю так, что когда люди посмотрят на нее, то они не увидят, и никто из них не узнает, через что она прошла. Но если им удастся заклянуть сзади, наизнанку, и увидеть, что там, то там останутся и будут видны дела моих рук, как я соединил и сшил ее. Но это будет не быстро. Мне понадобится, наверное, не меньше года. Друзья, Стив согласился. Через год, через год, когда картина была восстановлена, он снова вывесил ее. Лучшие специалисты и мастера мира приезжали, чтобы взглянуть на эту картину. И никто из них не мог увидеть, где именно был этот разрыв. Руки мастера так бережно и так профессионально смогли восстановить, что только если посмотреть наизнанку, можно было увидеть, через что она прошла. Друзья, я хочу сказать, что это слово для кого-то из вас. Может быть, ты думаешь, что ты уже не в состоянии восстановиться. Может быть, дьявол продолжает тебе шептать и говорит, все, мечта твоя разрушена. Ты уже никогда не сможешь вернуться к тому, к чему Бог призвал тебя. Но если ты отдашь свое сердце, помните, там сказано, если взыщете всем сердцем, если ты взыщешь всем сердцем своим Господа, его руки, руки небесного мастера смогут восстановить, все разбитое склеить, воссоздать и сделать тебя таковым, что никто даже и не догадается, через что тебе пришлось пройти. Но для этого понадобится время. Это не быстро. Для этого нужно полное посвящение, смирение, отдаться в руки небесного Отца и время. Друзья, я хочу сказать, что в церкви много таких людей, которые дошли до самого дна, чей брак был разрушен, чей бизнес терпел крах. Много людей, которые переживали предательство, переживали боль, но были восстановлены, они отдавали себя в руки небесного Отца. И если ты не готов пройти сквозь восстановление, в этом слове восстановление есть слово становление, становление, настоящее становление твое, если ты думаешь, что христианство это просто вот так вот знаешь, как на облачке летать и верой все получать, то ты никогда не сможешь быть используемым Богом, и ты никогда не поймешь, что такое по-настоящему, настоящая благодать и жизнь со Христом, тебе нужно согласиться с этим, Бог все еще говорит, у меня есть планы для тебя, я не закончил с тобой, я начал, я не закончил, и даже когда ты внизу, ты сможешь подняться, ухватившись за Божию благодать. Друзья, я хочу сказать, что вот самая лучшая часть моей проповеди будет сейчас, послушайте внимательно, если вы не поверите, проверьте, тот парень из Нью-Йорка, мистер Коэн, когда узнал, что картина восстановлена, и она снова выставлена, и люди приходят и смотрят, он снова позвонил Стиву и сказал, я знаю, что вы восстановили ее, я знаю, через что она, эта картина прошла, я все еще хочу купить у вас эту мечту, и перед тем, как вы ее порвали, как вы разрушили ее собственными руками, перед этим я был готов дать вам перечислить вам 139 миллионов, но сейчас, когда она восстановлена, отреставрирована, я готов заплатить за нее 155 миллионов долларов, потому что она ценнее, она в действительности имеет ценность, послушайте внимательно, Бог скажет тебе, ты очень ценен, и через все, через что ты прошел, ты намного больше ценностей имеешь, чем до того, когда ты прошел сквозь все эти переживания и падения, я хочу молиться с вами, Отец Небесный, прямо сейчас, я молюсь о том, чтобы мечта снова пришла, Господь, в жизнь тех людей, кто уже оставил ее, я молюсь о тех, кто внизу, кто в грехе, кто в падении, я молюсь о том, чтобы твоя отцовская рука, Господь, они увидели ее, они всем сердцем своим могли снова отдать себя тебе и прийти в твое присутствие, ты дающий второй шанс, ты определяющий праведность нашу не по падениям, а потому, как мы поднимаемся, ты тот, который ценишь каждого из нас, я поклоняюсь тебе и благодарю тебя во имя Иисуса, аминь и аминь, может быть, ты совершал ошибки, но ты не ошибка, может быть, ты терпел поражение и проиграл в каком-то сражении, но ты не проиграл в своей жизни, может быть, у тебя все плохо, но не в этом твоя судьба, у Бога есть план для твоей судьбы и для твоей жизни, у Бога есть мечта и это время, время воскресения, время подняться, время идти к Богу и ухватиться за Его благодать, праведность это возможность вернуться к Нему снова, благодать это сила, которая будет восстанавливать руки мастера, это руки Иисуса, которые будут бережно склеивать и восстанавливать разбитое твое сердце и давать тебе новое движение, движение к мечте, которая от Господа, пусть Бог благословит тебя. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова